Здравствуйте, с вами Дмитрий Споров. Сегодня в программе «История одной фотографии» мы решили поговорить не об архитектурных объектах и не о судьбах людей, а о стене. О стене как объекте культурного, эстетического восприятия. Поговорим мы об этом с художником Георгием Кизевальтером, который открыл недавно выставку со своими фотографиями стен со всего мира. Эта стена на приглашение и по существу одна из заглавных фотографий вашей выставки. Расскажите о ней. История тут очень забавная, что в Торонто есть такой комплекс зданий, бывшая фабрика. Это все как-то очень похоже на наш Красный Октябрь или на винзавод такого же рода. Но в очередной раз, приехав на какую-то выставку туда, я стал бродить вокруг самой этой фабрики и наткнулся на странное отдельно стоящее здание, которое ни на что не было похоже. То есть это могло быть все что угодно, тюрьма и склад. При этом в то же время оно не давало никаких сигналов о том, чем на самом деле оно является. Вы как художник и фотограф делаете наверняка масса снимков. Вас привлекают разные объекты. Почему для сегодняшней экспозиции выставки вы выбрали стены? Во-первых, я должен сказать, что эта серия действительно не была сформирована, как изначально какая-то задача передо мной стояла снимать стены. Просто на протяжении пяти или шести или семи лет я периодически наталкивался на интересные такие вот, скажем, рисунки на стенах. Это часто бывают тени, это бывают какие-то игры, скажем, живого-неживого в сочетаниях. То есть что-то такое странное, что заставляет остановиться, во-первых, задуматься и как бы иногда это просто ошарашивает, иногда там мягко удивляет. Вот. Но эти снимки снимались, как я сказал, на протяжении многих лет, поэтому в какой-то момент я просто почувствовал, что образовалась, в общем-то, неплохая серия. Меня очень часто привлекают какие-то следы прошедшего. Вот. То, что отразило, скажем, стоял дом, его взяли, снесли. А след этого дома остался, в том числе на стене. И это дает такой и странный рисунок, и сразу какие-то непонятные ощущения. Потом все равно аура какая-то остается. А увлечение фотографий недавнее или… Нет, это достаточно старое. Я еще начинал с таким аппаратиком, на стеклянные пластинки снимал, отец подавил. Так что еще в школьные годы. И потом дальше так и пошло. А как вы думаете, если пройдет время, вы на них обратите внимание? Условно говоря, через… Ну, это все зависит от антуража и окружающей как бы… Можно ли предугадать благородное старение и ветшание? Предугадать, наверное, можно. И все сходит на нет. Но когда это произойдет, не знаю. Ну вот, скажем, там есть какие-то фотографии снятые, действительно более-менее недавно сделанные стены. Но вот на них присутствует либо такая геометрическая живопись, либо живопись. То есть, что-то все равно накладывается. Сама по себе она, конечно, не представляет никакого интереса. Понятно, что это была в определенном смысле контркультура, контура андеграунда. Вы не выставлялись в больших галереях и не выходили на площади. Но, тем не менее, о вас ведь знали. Каково было внимание общества и сообщества к вам? Ну, тут, наверное, правильно сказать, вот второе, что именно внимание сообщества. Сообщество художников, поэт, писателей, да, оно было большим, плюс музыканты. То есть, в то время информация распространялась как бы такими… Не смс-рассылками. Да, и даже не через прессу, а все либо по телефону, либо каждый передавал, как говорится, что-то. Ну, как вот ходили раньше сам издатовские какие-то вещи, так и здесь. Был такой словесный, вербальный какой-то сам издат. Вот, и быть приглашенным на такую акцию – это, в общем, уже была как бы большая честь. Как часто мы сталкиваемся со стеной, в своих прогулках, в своих размышлениях. И именно поэтому стены, которые фотографирует художник Георгий Кизивальдер – это способ размышления. Ты видишь стену и думаешь, что за ней. Каждая стена, каждая фотография стены – это повод задуматься, повод увидеть что-то свое и понять что-то свое. Поэтому выставка стен, выставка фотографий стен – это интересный сюжет, способный дать пищу для пытливого ума. Ну, сам по себе концептуализм и не приветствовался, был соцреализм. Конечно. И в данном случае говорит о том, что вы были вне политики, как так. Это же тоже определенный взгляд и ответ. Ну, можно определять, да, что это позиция демонстративно вне политики, что уже являлась как бы… Да, уже, уже, уже враг. То, что я говорил о художниках, ну, действительно, у них были больные места, поэтому в то время многие из ныне известных, и, ну, так сказать, уже классиков, они, конечно, очень боялись каких-то выступлений. Когда у людей были какие-то больные места, то, как правило, они по ним и били. То есть это социальное положение, это какие-то мастерские, это, не знаю, пайки там, худфондовские поездки и так далее. А у нас в основном не было ничего, так что вот такого. Поэтому у нас и не за что было щипать. Единственное, что я в тот момент работал, скажем, администратором в Манеже. Вот, и они… В каком Манеже? Ну, в каком? В большом Манеже администраторе. Да. Вот. И несколько раз там приходили. Вот один раз директор меня как бы отмазал, второй раз говорит, ну, извини. Вот. Но в любом случае, это просто действительно таких мест мы старались избегать. Корректно ли говорить о специфике отечественного концептуализма? Или все-таки это явление общемировое и связанное корнями с разными художественными школами? Безусловно. У нас так называемая Московская концептуальная школа, она очень условно может быть названа концептуальной, потому что это направление очень сильно базировалось на литературе, прежде всего, и воспринималось, ну, как нечто… Любой концепт, как бы, вот я представлю, там, скажем, в виде трыкалки и тыкалки, да, вот какая-нибудь. А что это такое? Почему? Это никогда не выдвигалось в поле обсуждения, то есть, так называемый дискурс, как говорят, вот обсуждение работ, и что, какая философия под этим стоит, это как бы никогда не входило в программу даже художников. То есть, художники очень часто не понимали, что они делают и почему они делают, ну, практически в 90% случаев. И это отличается от западного концептуализма очень сильно, потому что там все это было основано на аналитической философии, которую у нас никогда и не знали, и сейчас практически не знают. Так что, ну, это большая очень тема, поэтому я… Да, большая очень интересная, то есть, в данном случае у нас слово остается… Да, слово, то есть, это концептуально такое вот в кавычках, ну, да, как бы… То есть, русская литература… Да, она… Да, такой нарративный концептуализм. Нарративный. Вот, скажем, Гройс назвал его там романтическим в конце 70-х, откуда и так это закрепилось. И он же, кстати, в общем-то, обозвал эту группу наших коллективных действий, потому что нечто действительно вместе делалось. Вот. А я бы сказал, что это нарративный такой концептуализм. Ну, романтический, так как это просто по духу в то время был. Потом уже он сменился. То есть, романтизм 70-х, он ушел уже в 8 месяцев абсолютно. Если вернуться к сегодняшней вашей выставке, к современной выставке и к стенам, какую бы фотографию вы могли взять основную, главную? Ну, вот это трудный вопрос. Потому что просто есть, скажем, фотографии, которые интересны социальной точки зрения, другие могут быть интересны живописной точки зрения. Кремлевская стенка Кремлевская стенка И поэтому вот это как бы наполнено таким смыслом вне самой фотографии. Здесь как бы много за ней стоит. Ну, вот всем прекрасно известно граффити и настенная живопись, которая сейчас раскрашивает скучные стены. Да. Какое бы еще вы могли придумать или представить объект инсталляции или украшение, использование скучной городской стены? Ну, вот то, что расписывают, это как бы вот эта стена с пейзажем, это такое предложение. Потому что, в общем-то, иногда я вижу интересное опера граффити, потому что вот группа 310 такая есть, которая создает забавные произведения. Правда, чаще всего их тут же замазывают. Вот. А потом, я не знаю, какие-то художники-оформители, так скажем, они расписывают гаражи или что-то. Иногда бывают действительно забавные варианты. Но, к сожалению, довольно редко, потому что чаще всего это просто такой китч. Вот эта стенка и еще ряд некоторых фотографий, они впадают как бы в такую отдельную мини-серию вот именно живописных произведений. То есть как бы уже созданное природой полотно, на котором есть или вот это дело природы, растения, которые так переплелись, что создают какую-то абстрактную странную картину. Либо это тени, как на некоторых других. И причем тени дают иногда не только вот такую многослойную живопись, а просто строгую геометрическую абстракцию, как вы увидите дальше. Так что вот есть ряд работ, которые конкретно с этим связаны. Эта фотография, на мой взгляд, является такой интересной примером отсылки к искусству начала 20 века, к так называемым метафизическим произведениям. Ну, скажем, Декирико угадывается. Но опять-таки это совершенно как бы случайный момент. Ты идешь и вдруг видишь совершенно уникальное что-то. То есть вот эта сюрреалистическая стена, с одной стороны, да, вся заросшая, форический символ трубы, которая торчит там. И все вот это одновременно как бы дает такую совершенно ошарашивающую картину. Скажем, в той фотографии можно увидеть нечто сюрреалистическое и так далее. То есть вот есть вещи, которые возникают как бы помимо тебя, и главное их увидеть. Мы вспомнили 70-е и 80-е годы. Время, которое традиционно считается эпохой застоя. Но время, в котором были поразительные по художественной яркости группы, объединения и акции. Вспомнили художников из так называемой Московской концептуалистической школы. И мы надеемся, что сегодняшняя программа позволит вам увидеть новые фотографии, увидеть истории, которые таились за сегодняшними стенами. Всего доброго! С вами был Дмитрий Споров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok